Добрый день! Сегодня у нас новинка от Lanlan. Это Butter Flower Copter. Открываем. Сразу смотрим. Коробочка от Lanlan всегда одинаковая для такого размера, 57 мм. В ней ничего нового нет, как и инструкции. Так что можно сразу отложить. Вот она, головоломка. Похожа на цветочек, поэтому Flower в названии и есть. Ну и немножко на бабочку. Поэтому Butter это часть от Butterfly. Ну, я так думаю. Судя по названию, нетрудно догадаться, что здесь есть принадлежность к семейству коптеров. Butterfly, бабочка. Все такие вращения, как у коптера. Ну и дополнительные движения уголков. Сразу вспоминается головоломка, которая вышла более двух лет назад. Два или три. В 2017-м, наверное. Это Lanlan Flower Copter. У них есть определенная схожесть. Как раз с флор-коптером я недавно разобрался. И поэтому он у меня стоял недалеко. И тут выходит вот эта, похожая. Ну и сразу захотелось, конечно же, ее приобрести. Напомню, что флор-коптер это бабочка, у которой есть такие вот Dino или Ready вращения. Соответственно, здесь появляются дополнительные вот такие лепесточки, с которыми можно менять форму головоломки и которые интересно перемешиваются. Отдельно лепестки можно перемешивать. Головоломка не особо сложная, но она у меня очень долго стояла несобранной. Хотя, зря. Ну, просто руки не доходили. Здесь острые наклейки и, соответственно, они могут сдираться. Ну, так же, как и на новую. В отличие от флор-коптера, здесь нет уголков. Тут угол есть, здесь угла нет. Поэтому, с бабочкой оно, конечно, похоже, но ближе становится к ловер-куб, который значительно проще обычной бабочке. Во-первых, нет уголков. Во-вторых, джамлинг здесь гораздо проще. Одинаковые ли эти головоломки? Совершенно нет. Они похожи, конечно. Да, вращение коптера есть. И вращение как Рэйди или Дина есть. Но у флор-коптера есть задействована гораздо больше элементов. Здесь же всего получается 3 лепестка и 3 половинки ребра. Я уже успел разок головоломку собрать. И мне не потребовалось каких-то хитрых алгоритмов выводить или что-то такое делать, чтобы решить. Если вы умеете собирать кловер-куб, причем не вот так вот по-детски, поворотами на 180 градусов, а именно с изменением формы, как положено. Здесь напомню. Коптеры обладают вот таким вот свойством. Можно выходить из плоскости граней и менять орбиты элементов. То есть можно, конечно, и форму оставить прежней, но вот такими вот движениями, которые называют джамбл, можно поменять орбиты вот этих двух элементов и уже простыми поворотами на 180 градусов их на свои места не поставить. Если вы вот так вот умеете собирать кловер-куб, то высока вероятность, что и с баттерфлауером вы справитесь. Здесь такое же движение кловера. Можно, конечно, и на 180 градусов перемешивать. Можно выходить из формы. Вот таким вот образом. И при этом еще поворачивать уголок. То есть можно полностью собирать как кловер. Но обычный кловер-куб от Moffan крутится получше, поэтому смысла нет. Но если мы вращаем вот эти уголки, у нас меняются орбиты вот этих элементов и меняются, получается, половинки ребер. Давайте восстановим. И посмотрим поближе. Фауэр-коптер, хоть и смотрится более сложной головоломкой, но ребро имеет целое. Ну, если не считать вот этих вот кусочков, которые все-таки ближе к лепесткам. То есть, по сути, ребро, углы и лепесток, который состоит из трех частей. Здесь, получается, ребро состоит из трех частей. Два вот этих кусочка и один вот этот целый. Он не разделяется. То есть, мы можем отделить от желто-оранжевого ребра вот этот кусочек, заменить на зелено-оранжевый. Можем заменить этот. Но вот эти разделить мы не можем. Это единый элемент. Получается, ребро состоит из трех кусочков. Лепестки состоят из двух кусочков. Углов нет. И вроде бы не так и много деталек. Но приходится немного подумать, как соединить вот эти ребра. И первым делом, ну, сборку я начал с того, что собрал почти все ребра. Оставил, по-моему, только три. Потом собрал все лепестки, расставил все по местам. И, соответственно, починил оставшиеся три ребра. Что достаточно интуитивно. Из семейства коптеров есть, вот, к примеру, морфо-ауреола. Также есть морфо-деидомия. Иленор-октавия. Похожи все головоломки от фанг-ши. Лим-куб. Вот это сложное. Если сравнивать, Butterflower коптер и морфо-ауреолу это совсем легкий. То есть это я до сих пор не собрал. Потому что здесь приходится что-то там выводить, думать, созидать. То есть вращение и как скьюба, и как коптера, и много-много таких вот всяких страшных изменений формы. Есть еще более страшных. Очень серьезно все перемешивается. Пока не собрал. А этот же собрал за раз. То есть вот распаковал, перемешал, и за час, наверное, собрал. Ну, не торопился. Потихоньку выводя. Так, конечно, если собирать, уже зная, что делаешь, можно и побыстрее. Как-нибудь на время попробую. Выпускается только в черном пластике, насколько я знаю. Вот эти вот наклеечки, как всегда острые, будут потихоньку обдираться. Некоторые тут приклеены не совсем ровно, не совсем удачно. Ну, ванвановское качество. Вращается, конечно, посредственно. Но вполне собирать можно. Давайте перемешаем, чтобы было понятно, как оно до конца вращается. Собирать, конечно, на видео не буду. Это не так быстро. Но головоломка не сложная. Повращаем как коптер. Да, логотипчик ванвана традиционно заклеен пленочкой, которая больше, чем элементы. Вот так вот здесь вот торчат краешки. Но пока отдирать не буду. Само отпадет. Вращаем как коптер. Как можно больше. Ну, а кстати, жду головоломку от компании Мою серии Milong коптер 3х3. Сомневаюсь, что это будет что-то вот прям типа такого. Там не коптера на кловер. То есть, по сути, это кловер куб, который вращается как 3х3. Но я очень сомневаюсь, что там есть джамлинг вот такой. Как приедет. Посмотрим. Сегодня мне попалась информация, что Юшанг Ду, мировой рекордсмент, собирал там секунд за 15. неофициальный мировой рекорд. Посмотрим. Явно без джамлинга это все было. А так вот, если бы хорошую версию вот этой головоломки сделали, было бы интересно. Ну, вращаем. Смотрим. Если перемешивать как коптер, у нас ребра остаются целыми, а лепестки перемещаются. То есть, ребр просто меняет свою ориентацию. Я специально оставил вот здесь вот одно ребро не тронутое, чтобы показать, что вращением уголков мы ничего перемешать не можем. То есть, если будем вращать только уголки, они друг друга не захватывают. Если мы возьмем ReadyCube, вращаем тот угол, вращаем тот угол, то вот здесь вот ребра также перемещаются. Три ребра. Как на Ready, так и на Dino. Вот эти три ребра. Здесь же от вращения уголков, вот отдельно только уголков, ничего не меняется. Только вокруг своей осени вращаются, никакие элементы не перемещаются. Ну, кроме тех, которые на углу находятся. Но, если эти вращения комбинировать, то есть, вот мы перемешали как коптер, вращаем как Ready, и опять вращаем как коптер, то тут уже начинается интересное. То есть, вот уже ребро разбилось. Давайте так повращаем. И еще как коптер. Попеременно ребра, уголки. Уголки вот вращаются проще, чем ребра. Ну, это из-за того, что там элементов трошекся поменьше. Вот примерно вот так оно перемешивается. Ну, я думаю, еще разработается, смажется и будет вращаться получше. Обязательно пособираю. То есть, иногда хочется новые головоломки, которые не очень сложные. Просто приятно пособирать, особенно в первый раз преодолеть головоломку и как бы насладиться решением. Вот Butterflower как раз и из этой серии. То есть, не сложно, если вы умеете собирать Clover Cube, есть какое-то понимание в принципе о коптерах, то можно победить самостоятельно, даже без каких-то обучалок. ну, когда-нибудь обучалку сделаю, до всего руки дойдут. Вот так вот получается. Причем здесь не требуется делать джамблы для того, чтобы поменять орбиты элементов. То есть, на коптерах типа Clover или бабочки того же вертолета для того, чтобы поменять орбиты, нужно обязательно делать вот эти джамблы. здесь еще тоже возможны. Здесь же этого делать не надо, поскольку вращение вот этих уголков орбиты и так меняются. Для планеты картины выведем некоторые элементы из своей плоскости. Это делается гораздо туже, чем на Clover. Примерно вот так. Причем дополнительные возможности вращения не позволяют здесь какого-то дополнительного джамблинга. К примеру, я его не нашел. К примеру, на Butterflower если мы повернем таким образом, то можем отделить этот кусочек. отдельно вывести из плоскости лепесток. Видно это маленький. Вот лепесток и вот лепесток. Здесь же выводится из плоскости только вот эти полные лепестки. Как я не пробовал повернуть по этим разрезам еще, у меня ничего не получилось. Все блокируется. как и на обычном Clover. Если мы выведем из плоскости, то поворот вот такой вот уже невозможен. Пробовал я это потому, что есть еще CurveCopter Plus, который внешне немного похож. Тоже бабочка, но с дополнительными разрезами. И здесь при вот таком вращении можно следующий поворот сделать. этот элемент передвинуть. Здесь же нет. Будь здесь такое вращение, было бы гораздо конечно посложнее. Наверное интереснее. Да, и при деформированном там к лепестке уголок вот этот уже не вращается. вот в такое можно превратить в Butterflower Copter. Но сильно сложный эту головонку я не назову. Могу рекомендовать всем коллекционерам в первую очередь не сложно. Тем кто умеет собирать обычный кловер и хочет чего-то поинтереснее. Ну и тем кто купил Morpho Aureola и не знает как ее собрать. Это попроще. Это полегче. Можно разобраться самостоятельно. Возможно кто-то и сделает русскоязычную обучалку на Morpho Aureola раньше меня. Но пока я таких желающих не видел. А это крайне занятная головоломка. Butterflower Copter. Всем хороша? Ну качество соответственно Lan-Lan хлипкие наклеечки будут обдираться. я даже несколько сборок делать не стал. Сразу записал видео. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.